Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Сегодня в стране находится почти полтора миллиона человек, кому необходима процедура переливания крови. Периодически у нас проходят акции, связанные с донорством. Они привлекают большое количество людей, готовых поделиться своей кровью. А такие акции – разовые мероприятия. Несколько лет назад говорили – доноров катастрофически не хватает. А как сейчас? Мои гости – это Елена Владимировна Кудинова, заместитель главного врача областной станции переливания крови, и Наталья Борисовна Зайцева, начальника отдела по связи с общественностью. Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли. Акции, наподобие дня донора, конечно, архиважны. Насколько я знаю, и у нас недели две назад, по-моему, что-то такое проходило. Конечно, Леонид. Добрый день еще раз. Добрый, добрый, да. Конечно, акции, которые проводятся у нас в городе и в области, они, безусловно, важны. И первое, чем они важны – это тем, что люди вокруг, кто еще не знал, узнают о проблеме донорства вообще. Кто знал, тот видит, что много человек идет, приходит, и такие люди есть, а значит, и ты можешь присоединиться к этому движению донорскому. И, безусловно, для службы крови это очень важно. Мы с вами неоднократно уже говорили о том, что служба крови нуждается в новых донорах, молодых, сильных, здоровых, красивых ребятах, которые останутся в донорском движении и будут тем ядром донорским, который потом будет основой службы крови и будет давать то ценное, бесценное… У них кровь течет не только в жимах и перетекает постепенно. Хорошо. Но на самом деле, если сравнивать, понятно, что тогда такие акции проходят, это замечательно, это здорово. Но я помню, что мы с вами много раз и пару лет назад на эту тему, когда говорили и сравнивали себя с Европой, мы говорили, что там у них идет этот поток постоянен, а у нас такого постоянного потока нет. Поэтому хотелось бы знать, как на сегодня обстоят дела, потому что намного важнее это те, кто приходит ежедневно. Да. Это самая главная задача службы крови – организовать вот этот постоянный поток доноров. Он невидимый для окружающих. Это не акция, о которой говорят по телевизору, по радио, о которой слышно. Это ежедневная работа службы крови, основанная вот на тех людях, которые вошли в донорское движение, в том числе и во время какой-то акции. На сегодняшний день служба крови Самарской области, конечно, имеет определенный запас доноров, определенный поток доноров, которые приходят ежедневно и сдают. И компоненты крови заготавливаются ежедневно, выдаются ежедневно и обеспечивается полная потребность. Сейчас вот мы вышли на тот стабильный уровень донорства в Самарском регионе, который обеспечивает потребность лечебных учреждений практически в полном объеме. В принципе, поток доноров в Самарской области вас устраивает. На сегодняшний день, да. На сегодняшний день. Он нас устраивает. Но я еще раз говорю, это настолько живой организм донорский. Что-то эпидерсия какая-то произошла, что-то случилось. Кто-то ушел из донорства по какой-либо причине, а их много, на их место должны прийти новые. Поэтому вот это вот движение доноров, круговорот доноров в службе крови, он всегда нужен. Наталья, насколько я понимаю, на вас вот эта вот ответственность возложена, да, все время привлекать, и чтобы вот этот вот поток не иссякал, да? Ну да, да. Понятно, что разовые мы уже говорили, да, там сразу 200 человек пришло, сдало. Ну, на самом деле, мы и разовые акции стараемся переводить все-таки в регулярные. У нас есть долгосрочные достаточно акции, которые перетекают из года в год. Это и акции, посвященные студентам. Во всех вузах мы проводим ежегодно два раза в год дни молодого донора. То есть вот мы весну всю посвящаем студентам, и осень также, да, когда у них начинается активное время учебы. Также у нас есть компании, которые участвуют постоянно, и мы им также отводим определенное время года, когда им удобно, когда нам удобно, и, ну, в общем, совмещаем это по своим каким-то потребностям. Это крупные такие, опять-таки, мероприятия. А как достучаться до сердца вот обывателя вот повседневного? А вы знаете, Леонид, вот Наталья сказала о крупных акциях. Действительно, есть крупные компании, которые проводят День донора, но есть и не крупные компании, которые сами к нам пришли с идеи проведения. Детские садики, например. Да, например, несколько детских садов. Да. Воспитательницы детских садов. Да. Воспитатели, родители. Да, да. Да, они просят приехать вот на нашем мобильном комплексе к их детскому саду, и не только воспитатели, но и родители, которые приводят деток в детский сад, сдают компоненты. Должна была произойти, видимо, какая-то такая нестандартная ситуация, которая заставила уже об этом задуматься. Я думаю, что еще, конечно, сыграла свою роль те программы, которые были и в Российской Федерации. Это 12-й, 11-й, 12-й год по развитию донорского движения, развитию службы крови. Это целевые программы, которые проходили в области совместно с федеральными программами. То есть, периодически потому, что в средствах массовой информации, на телевидении, в газетах мелькает сообщение о том, что сдают, кровь сдают, кровь сдают, кровь сдают. Плюс интернет, конечно, интернет. Да, и человек правильный, я бы хотел сказать, молодой. Реагирует на это, да. Да, и он правильно реагирует. Сейчас, например, нас уже приглашают в Кошли в детский сад тоже, мы как бы рассматривали. То есть, на самом деле, компании и маленьких тоже, правильно ли я говорю, они выходят на нас. Немногочисленные, где штат сотрудников там 70, 100, 150 человек, да. И если они набирают, человек 30, которые готовы поделиться, да, как бы кровью своей частичкой, то мы, в общем-то, готовы выехать. Не обязательно. Сотрудникам, на самом деле, всегда удобнее, когда приезжают к ним, очень многим компаниям. Там, судебные приставы, например, вот недавно к нам присоединились. Они раньше приезжали к нам, но было всего человек 15 готовых вот уехать с Суридского и приехать к нам. Да, да, да. И сразу количество желающих возросло, потому что не отрывно от производства, людям проще это сделать. Знаете, как замечательно, вот меняется, потому что я помню, как мы разговаривали несколько лет назад и говорили о том, что, ну, почему же у нас такая проблема? Даже вспоминали Советский Союз. И пусть тогда это была какая-то, может быть, и обязаловка, да, но вот этот вот поток крови, он был все равно нескончаем. И о том, чтобы говорить о проблемах, тогда даже в голове не укладывалось, что могут быть проблемы. Потом 90-е, нулевые, совершенно какие-то. Очень тяжелая была ситуация, да. Ну, что еще я могу сказать? Мы, конечно, тоже идем навстречу нашим желающим, нашим донорам. И мы, по-моему, с вами тоже, Леонид, говорили, но тогда это было в проекте, а сейчас этот проект осуществили, и мы работаем по субботам. Мы сделали одну рабочую субботу в месяц по желанию, так сказать, наших доноров. Пусть это вам неудобно, но, тем не менее, людям... Да, очень многие люди, кто не может отпроситься в течение рабочей недели с работы, такое тоже бывает. И поэтому вот мы решили организовать одну рабочую субботу, когда мы принимаем тоже доноров, они могут приходить, и вы не поверите, поток их очень большой. Для нас это было очень большим откровением. Мы, конечно, не ждали, что так быстро люди откликнутся на введенное нововведение на субботний донорский день. Но очень быстро, буквально после второй, третьей субботы рабочей, мы увидели тот поток, на который, в общем-то, мы не рассчитывали и не были поначалу готовы. Готовы, да. Это очень хорошо, на самом деле. Да, да. А вот как-то вот спорили, и мы с вами вообще говорили на эту тему, про материальное поощрение доноров. Нужно оно или нет, материальное поощрение? Как вы думаете? Ну, на сегодняшний день такова ситуация. У нас сейчас все доноры по новым законам, по новым приказам Российской Федерации получают компенсацию за питание и считаются безвозмездными. Эта компенсация гораздо больше, чем наша тогда самарская компенсация за питание, почти в 4 раза. Сейчас на сегодняшний день донор получает чуть более 400 рублей. Это зависит от величины прожиточного минимума. И вот эту компенсацию, согласно приказу, компенсацию на питание, федеральный закон привязал именно к прожиточному минимуму в регионе. Поэтому сейчас все доноры безвозмездные. Есть еще один приказ, который как бы подразумевает наличие платного донорства и другую систему оплаты для них. Но, к сожалению, в сегодняшней экономической ситуации регион не может поддержать платное донорство. Вы знаете… И сейчас я продолжу, Леонид. И мы думали, что будет очень-очень большая проблема в связи с этим. Люди не пойдут, а люди наоборот идут. А люди наоборот идут. Примяли это. В принципе, пока приняли. Да, они приняли это. И никаких, в общем-то, таких серьезных высказываний… Я на стороне тех, кто принял это, и на стороне тех, кто говорит, может быть, вот вы со мной, я чувствую, может быть, не согласитесь, кто говорит, что это должно быть безвозмездно. Потому, что я, когда углубился в эти споры, я понял, что, наверное, правы те, кто говорят, что это должно быть действительно без каких-то материальных поощрений. Две причины я назову, просто они мне импонируют. Это оплата донору включает в себестоимость крови, что увеличивает стоимость лечения. А это тоже как бы… У нас сегодня это не так. Я знаю, но я говорю о том… Споры – это ведь шли тогда еще. Тогда, да. И, кроме того, плата стимулирует недобросовестных людей забыть о возможных противопоказаниях донорству. Потому, что не все болезни выявляются сразу. Некоторые весьма очень неприятные болезни. Это, наверное, основная причина. Основная причина – донор сдал, а потом… Да. На которую опирались. Да. Безусловно, такой риск есть. Но я хочу сказать, что всегда задача службы крови была и проводить, ну, может быть, не очень красивое слово применительное. Ну, так, давайте будем говорить в кавычках селекцию доноров. Еще на этапе регистрации. И еще на том этапе, когда донор не дошел до кроводачи. Это банк какой-то должен быть, база данных. База данных – совершенно верно. Она в Самарской области есть. Мы имеем всю базу данных по лицам, которые не могут никогда быть донором. Это ВИЧ-инфицированные, больные гепатитом В, С, больные сифилисом, наркоманы и так далее. Эта база у нас есть. Она постоянно обновляется. Мы получаем информацию из профильных диспансеров. И человек такой, приходя к нам на станцию переливания крови, он сразу еще на этапе регистрации и подачи документов будет отведен. Да, безусловно. Поэтому есть еще ряд таких вот препонов, которые есть в службе крови. Ведь задача, самая главная службы крови – это не только полное обеспечение, для чего нужно нам большое количество доноров, но и обеспечение качества продукции, которую мы выпускаем, обеспечение безопасности этой продукции и так далее. Это тоже очень большая, серьезная задача. Конечно, это очень важно. Вот еще подскажут мало времени, тем не менее. Я помню, года два назад мы говорили об этом, я начал, что в России доноров крови в 20 раза меньше, чем в европейских странах. Насколько сегодня, вот в нашем 2015 году ситуация изменилась? Потому что в 2012, в 2013 – это вот цифра оттуда. Если брать статистические данные, да, безусловно, в Российской Федерации доноров меньше, чем показатели в европейских странах. Но я еще раз хочу напомнить, что в европейских странах есть доноры, которые сдают плазму крови для производства препаратов. Не только компонентов донорской крови, вот клеток самих, но и препаратов. Это альбумин и иммуноглобулины. И для производства этих препаратов нужно очень много сырья получить, очень много плазмы. Поэтому и кратность сдачи, и количество... А у нас таких заводов нет в Российской Федерации больших. По такому... Они есть, но они не такого большого масштаба и объема производства. К сожалению, был проект в Кирове, но пока он тоже не реализован. Не реализован. К сожалению, мы очень надеемся, что это направление в работе службы крови будет развиваться, потому что оно очень важное. Но на сегодняшний день вот пока так. И те доноры, которые есть сейчас у нас, вот те клинические потребности, которые мы имеем в службе крови, при грамотной работе с донорами, то, о чем мы говорили, Леонид, кто-то приходит, кто-то уходит и в постоянном пополнении, привлечении новых доноров... У них этот баланс пока сохраняется. Пока сохраняется, да. Мы с помощью работы Натальи Борисовны можем и увеличить поток доноров. У нас есть потенциал. Мы еще и манипулируете. Мы надеемся, что мы сможем привлечь таких... Строим грамотно работу. Не манипулируем, а строим грамотно. Да, да, да. И очень надеемся, что если вдруг понадобятся компоненты донорской крови, в большем объеме, то мы сможем привлечь и большее количество населения, жителей нашего области к вопросам донорства. Спасибо. Мне очень нравится ваш вот этот вот лозунг. По-моему, спасибо за подаренную жизнь. Да, вот вы говорите всем донорам. И больные говорят всем донорам. Это самое главное, наверное, на сегодняшний день, что есть люди, которые готовы оказать помощь. Есть кому говорить спасибо за подаренную жизнь. Ну, а я напоминаю, что программа «О чем говорят» теперь и в эфире Самарского губернского радио. Не получилось посмотреть, можете услышать радиоверсию беседы в 21.00. Спасибо вам большое. Спасибо, Леонид. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин